Как известно, здоровый образ жизни делает возможным воплощение в жизнь многих планов и идей, а придерживающиеся его люди полны бодрости, здоровья, сил и энергии. Крепкое здоровье и хороший иммунитет позволяют верующему человеку долгие годы полноценно поклоняться и приносить максимальную пользу семье, обществу и своей стране в целом. Рассматривая Ислам как образ жизни мусульман, можно с уверенностью сказать, что это есть система здорового образа жизни. Содержащиеся в Коране и Суне заповеди и наставления способствуют поддержанию физического, интеллектуального, эмоционального и духовного благополучия человека. Здоровье – это дар Всевышнего, который человек обязан беречь и которым он должен распорядиться наилучшим образом. Пророк Мухаммад, саляллаху алейхи вассалям, сказал, «Сильный верующий лучше пред Аллахом и более любимым, чем верующий слабый, хотя в каждом из них есть благо». Посланник Всевышнего, саляллаху алейхи вассалям, также говорил. Есть два блага, к которым многие люди относятся небрежно – здоровье и свободное время. В другом хадисе говорится, «Стопы раба не сдвинуться с места в день воскресения, пока он не будет спрошен о четырех вещах. Как он потратил свою жизнь, как он использовал свое тело, как он приобрел и на что потратил свое богатство и как он распорядился своими знаниями». Мусульманам нужно серьезно задуматься о состоянии своего здоровья. И здесь большое внимание нужно уделить положению мужчин, которые являются кормильцами в семьях. Согласно последнему заявлению министра здравоохранения России Михаила Мурашко на Всероссийском форуме волонтеров-медиков, к 35-40 годам показатели смертности мужчин и женщин отличаются в два раза. Одна из главных причин – внешние факторы. По словам министра, сейчас молодые люди не всегда ведут здоровый образ жизни, достаточно большое количество продолжает курить, мало занимаются спортом и употребляют алкоголь. Такое положение дел не может нас не беспокоить. Сегодня всем общественным институтам необходимо объединиться и предпринять все возможное для того, чтобы каждый молодой человек ставил пред собой только жизненно важные цели и задачи и трудился во благо семьи и друзей, родных и близких, всего общества и страны, в котором он живет. Лишь добровольный и осознанный отказ от всего вредоносного для здоровья позволит молодым людям приблизиться к духовности и нравственным ценностям, и только искренняя вера и добрые традиции смогут спасти наше общество. Пусть Всевышний сделает нас из числа тех, кто дорожит своим здоровьем и использует его во благо ислама. Мира вам и вашим близким, милости Всевышнего и его благословения. Приблизьтесь к милости и довольству Аллаха. Местная исламская религиозная организация Северо-Восточного административного округа города Москвы Ихсан и Центр исламской культуры и образования имени Шагабуддина Марджани приглашают всех желающих на курсы по основам ислама. Вы обретете новые знания и уникальную возможность получить ответы на все интересующие вопросы. Есть возможность раздельного обучения для мужчин и женщин. Более подробная информация на сайте ихсан.москва, а также по указанным телефонам.